Друзья, перед началом видео хочу посоветовать вам отличные манжеты от MyProtein для жима. Они хорошо фиксируют вашу кисть, и ваши кисти не будут изламываться, когда вы жмете 150 килограмм. Ссылочку оставлю в описании. Всем привет, друзья! Мы находимся на прекрасном пруду, и сегодня я вам расскажу, как разогнать метаболизм, потому что если вы жирненький пацанчик или девушка, то вам хочется похудеть, а метаболизм это то, что поможет вам похудеть. Если вы его разгоните, то будет все отлично. Итак, первая, первая самая крутая вещь, это нужно кушать каждые 2-3 часа в день, да, то есть каждые 2-3 часа 5-7 раз в день, обязательно 5-7 раз в день. Тогда вы будете разгонять свой метаболизм. Почему? Потому что организм будет думать, что... Точнее, он будет знать, что вы его накормите через 2-3 часа уже, и не будет заполнять жиром ваше там пространство, живот, бока и так далее. То есть он не будет откладывать жир. Это значит, что если вы будете кушать часто, то он будет уже знать, что все, не надо, короче, запасать ничего, он меня покормит через 2 часа снова, и не надо будет энергию отлагать на следующий... откладывать, точнее, на следующие там часы, на следующие дни. Итак, друзья, второе, то, что вам нужно знать, это вам нужно пить больше воды. Даже если вы будете в день пить 0-5 литров воды, да, пол-литра, то это будет разгонять ваш метаболизм на 24%. 24%! Вы просто будете как царь, вы будете худеть просто нереально круто! Третий пункт. Переходим к третьему пункту, и это обязательно. Вам нужно убрать весь мусор из своего рациона питания. То есть гамбургеры, всякие сладости, конфетки там, булочки, что угодно, все сладкое, все быстрые углеводы, вам нужно просто выкинуть из своего рациона. Это тогда будет тоже разгонять ваш метаболизм. Кушаем нормально, кушаем медленные углеводы, кушаем белки, немного жиров можно, конечно, кушать, потому что организм тогда умрет, если жиров не будет, у вас будут там ломаться и суставы, и мышцы рваться, и все, что угодно. Жиры нужны тоже, но в определенном количестве. А лучше кушать такие полезные жиры, как оливковое масло, например. Ложечка оливкового масла в день будет вообще класс. То есть убираете весь мусор, выпиваете ложечку оливкового масла или рыбий жир, вообще огонь будет. Итак, друзья, четвертый пункт. Это нужно кушать больше легкой натуральной пищи. Кушайте овощи, фруктики, все, что легкое. Не нужно кушать мясо, например, там, какую-нибудь свинину, говядину, потому что это долго переваривается, вам это не нужно. Вам нужно, чтобы ваш организм работал быстро, переваривал пищу быстро. Это тогда будет ускорять ваш метаболизм. А если вы будете есть всякие там тяжелые продукты, как, не знаю, какое-нибудь там мясо, любое мясо вообще, либо что-нибудь еще, которое переваривается очень долго, то это будет очень плохо влиять на ваш метаболизм. Он будет только замедляться, а вам нужно его ускорять. Следующий пункт. Это обязательно нужно тренироваться. В тренировках у вас должны присутствовать как кардио тренировки, так и силовые тренировки. Обязательно делаем кардио в начале тренировочки. Минут 20-30, зависит от степени вашей жирности, насколько вы жирный. 20-30 минут кардио поделали. Потом бомбите полтора часа, два часа силовую тренировку. Обязательно делаем много суставные базовые упражнения. Тогда будет выделяться больше тестостерона, будет ускоряться метаболизм, и тогда вы будете прогрессировать в похудении. Следующий пункт. Это нужно спать минимум 8 часов. Минимум 8 часов в сутки. Когда вы спите, ваш организм восстанавливается, убыстряется, быстрее становится метаболизм, и также восстанавливаются все мышцы, все органы. Сон это самая крутая штука, потому что регенерация наших волокон, мышечных, костных и так далее, идет гораздо быстрее, и также ускоряется метаболизм. А! И последний пункт, друзья, это нужно кушать свою норму калорий. Знаете, как высчитать ее? Вы можете скачать или просто открыть онлайн-калькулятор в интернете и высчитать свою норму калорий. Там вписывайте свой вес, рост и так далее. Там все параметры, возраст тоже свой. И высчитывайте свою дневную норму калорий. Кушайте ее, не нужно превышать ее. Всегда кушайте по норме калорий. Например, там 2500 калорий в день. Для человека, наверное, 63-65 килограмм будет это нормой. Если вы будете превышать ее, то будет уже набираться жир, и это вам нехорошо, это не пойдет вам на пользу. Поэтому, друзья, спасибо большое за внимание. Надеюсь, вы все эти пункты запомнили и будете их выполнять. И тогда через пару месяцев вы будете встроенным, как Артуша. Все, давайте. Спасибо за внимание. Увидимся в следующем выпуске. Пока! А, можно еще потанцевать. Дима Билан! Все, пока!